Доброе утро, дорогие друзья! С чего начинается наше утро? В Лешарь на чердаке ищет перфоратор. Тишина настала, видимо, на шоу. Я иду на кухню помогать дяди Ване, спасать кастрюльку, которую мама сожгла. Артемия вон сорняками занимается с утра пораньше. И это кто такой хороший. Сидит в артешном стульчике и слюнявчике. Ты покушала? Была овсянка с черносливовым пюре и с бананом. Вот, видите, немножко осталось овсянки. Ты поела? Будем умываться? Ложка где-то была, но всплыла. Ой, кинул кто-то ложку. Сейчас я тебя достану и приведу в порядок. Ай, Арине везет. Тебя брат малиной кормит. Да не спеши так. А что, она тебя укусила за палец? Да. Почти поцарапалась ей. Так вкусная малина-то. Зубов много. Вкусно, да? Насобирал ей и принес. Она проснулась, ну и угощает. Девчонки. Я обожаю. Ваня, а Оле сегодня день рождения? Ты родила? Я вообще не понял, зачем мы с вами пошли? А зачем мы с вами пошли? А чтобы просто пойти и вернуться обратно. Я тоже не знаю, что я там покупаться так бы в этом не могу. То есть это ты нас тащила? Мама нас звала. Когда мы пойдем? Она звала еще когда позагорать там? Не загорать я не хочу. Не сидеть на участке, а побыть где-то в ней. Нет, загорать я не хочу. Я только... Стало тебе было позвать, как сразу же меня там с работы стали наяривать. Так что мы все, преодолевая нашу работу и прочее, все-таки вырвались. Теперь придется получать удовольствие. Причем, как обычно, значит, звонить парню. Я, говорит, в отпуске. Я ему, я тоже. Да у меня к вам рабочий вопрос, да? Ну ты можешь же сделать, а то, говорит, я вообще только телефон у него, и все. Корабль, корабль. Ни одна прогулка на речку не остается без... Я его повел, у него там малина есть. Объедание малины. Ой, я тут донесу, значит, господи. Арина. Арина, рот открывай. Матери кормят своих птенцов. Да, покажется. Смотри, что ты сейчас не слышишь? Ну, смотри. Что он восстановился? Бегай давай. Бегом тебе сказали. Бегом. Я еще больше согрелся, чем ты, пока что-то на дуне огня. У нас тут так классно на полянке. Ничего не засняла, ни как мы на качелях качались, ни как мы дыню ели. Вон одни корки у нас на тарелке. Но очень хорошо. Тепло. Видите, Артемий у нас сидит в одних шортах. Кайфует. Рюська накупалась спать хочет. Сейчас пойду ее укладывать. Я сейчас готовлю сырники Артемии. Специально взяла камеру, чтобы кое-что вам показать. Я забыл. Здесь надо было покипятить и пенку снять еще. Посмотрите, с чего дядя Ваня делает. Видали? Огурцы закручивают. Мы с мамой не делаем. А дядя Ваня делает. У нас семья наизнанку. Помните, как мы дом красили? Мы с Мариной дом красили. Мама что-то строгала, а вы обед готовили. У всех свои роли. Да, и что умеет хорошо. Насчет хорошо не знают. Я думаю, что когда мы сделаем новый водопровод, надо здесь поставить стол кухонный, напротив кухонного кухни. Кухонный в смысле есть? Вот этот? Нет, не есть, а в смысле вот тот, в который вы бегаете. Да, сюда перенести мойку, да? Да. Очень удобно же. Вот так вышел и поставил сразу. А в теории, да. Сума, Кали плывет в небе. Есть. Ну да, у нас тут эта куцая вишня. Удобная. Ее больше течет все время воды. Она лучше на сбросе работы, чем вот эта. Арине очень нравится качаться. Брат качает? Нравится? Да? Повезло тебе, если лежит, значит. Ему солит вкусняшку. Бабушка вручила печеньку. Да? И с кирпичиком от брата. Да? Да. Нравится? Как мы ее будем останавливать? Она уже не знает. Да, уже ничего не знает. Кайпушник. Ой, хорошо как. Ай-яй-яй, как хорошо. Она встать хочет. Артемий, тормози, тормози, тормози. Кто это? Кто это? А это кто? А я сейчас буду заниматься спортом. Какие-то у нас веревки все валяются. Так, хорошо. Вот это обожаю вот так, когда солнышко садит. Так, постриженный газончик. Ну, ты садись с ней сам. Вот, буду, не знаю, что делать, потому что я вчера занималась 45 минут, ударно на ноги, и я позанималась так, что мне сегодня ходить больно, прям, знаете, такое неприятное ощущение. Поэтому, Артешь, аккуратнее, пожалуйста. Смотри, чтобы она за качели не высовывалась, чтобы если вы об опору ударитесь, ручки не попали. Ну, вот за эту штуку можно держаться и все. Вот, короче, хочу что-то сделать, попроще какие-то упражнения, потому что я вчера переборщила. Ну, просто я не занималась пару дней, хотелось как-то нагнать, потому что я что-то вообще... Прошлая неделя была тяжелая. Сегодня я весь день хотела поддыхать. Не, я, конечно, там сходила на речку и все такое, но, знаете, не было такого ментального полного рассмотрения, потому что сегодня столько работы было, я еще не все сделала. И завтра еще будет работа, а вот потом, со среды, или с какого дня? Вторник, с четверга, я надеюсь, я все-таки отдохну. Микроскопическая девочка. Хорошо качается. Дядя Ваня продолжает там огурцы делать, мы наелись этих сырников. Ты только держи ее. Да, она от радости подпрыгивает. Вот, а мама там чего-то делает, она веранду свою подделывает, сегодня снова пилила, там вагонка вшивает изнутри. Хочет доделать, и потом они собираются сидеть в ванне и копать траншеи, и закапывать трубы. Но мы водопроводные трубы хотим поменять, шланги новые проложить. Все, уже купили, осталось сделать. Ой, что это такое месяц? Да, и вообще еще хотели колодец этим летом сделать, но все как-то не можем собраться. Ну, в смысле, именно собраться, что надо позвонить, пригласить, все это организовать. Ну, короче, заниматься этим. Вот, а так? Что это такое с с вами из печеньки? Ой, хорошо. Дядя Ваня суровый. А я только что прыгала на качели. Алина. Ну как, всю посуду перемыли? Не все. Косвечистый. Я не перемывал, я зато... Дядя Ваня у нас работает посудомойщиком. Я маме говорю, я посудомойку запускаю два раза в день. Потом подумала, а так, а дядя Ваня тут запускается трижды в день минимум. Сейчас мы будем колдовать. Как? Пар будет, что ли? Нет, закатывать. Вот почему сейчас стало больше места там? Держи орешку. Почему? Не знаю, было меньше. Где больше места стало? На кухне или в банке? В банке. А, у нас теперь стол будет пахнуть огурцами. За дождя. Артеж, держи орешку. Пахнет прям божественно. А вторую вы не будете заливать? Будем. Ну, что-то так, а? Ну, зачем? Ага. Может, вы вылезете из качелей? Так, да, крышка. А? Нет. Нет? Ой, ты держи, держи ее. Артеж, держи. Арина хотела прям бежать с качелей. Арина, ты хочешь к нам? Ага. Артеж, держи, держи. Мне прям страшно. Давай я вас остановлю? Давай. И вы вылезете. Я вижу, она уже хочет выйти. Давай, держи. Ой, какая капризная, Оришка. Потому что я позанималась спортом и долго ее не брала на руки. Еще и в душ сходила. Да? Кто налопался малины, Арина? Кто налопался малины? Ох, так тепло. Уже почти 9 вечера. Дядя Ваня с Артемием пошли за водой. Я сейчас посмотрю, сколько градусов. И пойду прибираться в доме, потому что, может быть, может быть, завтра приедут бабушка с дедушкой. В их комнате там мои вещи лежат. 21. Ну, очень тепло. Ветра совсем нет. И прям... Ну, вон, Арина вон так одета, и все. Она прям тепленькая, у нее ножки, ручки все тепленькая. Вообще не мерчнет. Да? Чумазая. Все объем. Завтра уже стирать надо будет. Ай! Ой, так кайфово я позанималась. Вообще супер. Заряд хорошего настроения. Так, так, так. Слышу звонкий голосок. Вон они. Идут. Здравствуйте. А, у Артемия, кстати, вчера вечером зуб выпал. Я забыла рассказать. Расскажи, как это произошло. Арина мне осторожно подковырнула. Да, она встала ему на лицо и выдавила зуб. Нет, подковырнула осторожно. А вон дядя Ваня с тяпкой ездит на колодец. Мы за водой ездили. Как же без тяпки-то за водой? Конечно. Надо вырыть воду. Да. Наливаем воду и лопатами ее наливаем. Это ценный геологический ресурс. Вы кто по образованию? Геолог? Нет. А кто? Почвовед. Почему вы больше не заведуете почвами? Я не заведовал. Вы их разведывали? Я не заведовал, а не заведовал. А то была бы почвозавед. А это была интересная работа? Ну да, достаточно. Вы ковырялись, я так понимаю, ездили в какие-то места и там чего копали? Что вы делали? Ну, смотря когда. Ну, когда так? Я работал на разных работах почвоведом, поэтому у меня были разные. Ну я не знаю, в чем вообще заключается эта работа, поэтому мне интересно. Сначала было картирование водных, под мелиорацию. Что такое? Составляли карты, по которым делали мелиоративное осушение. Ага, это я понимаю. Ага. Потом я в науку пошел. Где они следовали, как нам все это, в выражении просто. А это как? Это вы в кабинете сидели? Не знаю, мы толком ничем не занимались. А что вы изучали? А, мы в городские почвы проверяли фильтрацию, потом содержание всех этих тяжелых, не, не тяжелых металлов, химии какую-то там проверяли. То есть брали, устанавливали, фильтрацию проверяли, лизиметры установили. Это сбор по разным уровням, через слои как проходит и что-то вот. А-а-а. Тут вода дождевая собирается, а потом смотрим, что там протекает, и что получается с ней какая-то. Как интересно. Так, ну зачем? Зачем ее затащить надо. Затащить надо. Это я тут дядю Ваню открепла. Прикольно, интересно. Вот, ну это мы вот занимались, потому что я вообще мало по специальности работал. Потому что потом 90-е, и вы пошли куда, в мясной этот? Нет, не в мясной, я пошел в обычный магазин, ну в продуктовый магазин. А, продуктовый? Да. Что-то мама про мясо говорила. Ну у нас мясо было, корочки там, эти, корочки. И у нас это был Нева-контракт, который известен был продажа корочков этих новых бушек и хершекола. Ага. Два таких основных направления. А потом, кроме этого, еще там, за одну сахар у нас там был. Ну нет, был обычный универсал. А где он был? На Удельной. На Удельной? Да. Там ездил, доходил. Прикольно. Одну остановку на электричке. Вот такие дела. Хочешь жить, умей вертеться. На сегодня увлекательное занятие малину кидайте малину. Не надо ей малины, хватит, ты уже килограмм скормил. Я боюсь, что ей нехорошо будет. Себя, пожалуйста, малину. У Арины перерыв на завтра уже. До завтра. А то реально нехорошо ей станет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...